Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня действует минимум 18 военных объектов России. Полноценные военные базы в Севастополе, аэродромы Бельбек и Джанкой, а также новая база на тысячу человек в Перевальном, там, где дислоцировалась наша бригада украинская. Здравствуйте! Вечер на седьмом, и в этой студии мы будем говорить о профессии, которая называется «Родину защищать». Мы будем говорить о том, какой стала сегодня наша армия, какими стали наши украинские солдаты. Понятие солдаты я укладываю в глубокий смысл, потому что на фронте неделя, да, на рядового бойца и на офицера. Понятно, у каждого свои функциональные обязанности, тем не менее. И говорим об этом. Что изменилось в армии и какой мы видим украинскую армию в будущем. Интерактивный опрос, традиционный для нашего прямого эфира, сегодня и звучит вот таким образом. Вооруженные силы Украины должны формироваться контрактниками, призывниками, срочниками, или служить должны все мужчины? Три варианта ответа. В этой студии Владислав Мусейко, заместитель Одесского областного военного комиссара. Здравствуйте, Владислав и Сергей Тимановский, глава Совета общественной организации, участников АТО «Кордон». И одного и второго, знаю, уже не первый год, теперь можно сказать, с Сережей мы познакомились. Там, да, с Владиславом тоже знакомы уже много лет, и есть о чем поговорить, я надеюсь, в этой студии. Ребят, вот мы сейчас перед нашим эфиром говорили о том, что в армии были такие моменты, и, словом, первый вопрос, когда доходило до слез. Я даже помню свои, наверное, капитанско-майорские какие-то впечатления, и говорил тогда, что давайте распустим армию, потому что мы понимали, армия как таковая в Украине не существует, распродается, разбазаривается, это действительно правда, и смотреть на это было очень больно. Я сейчас не хочу повторяться, называть тех министров обороны, имена которых здесь вспоминают. Вообще политика государства была так на тот момент построена. Сегодня вот таких моментов, когда больно и до слез, именно за армию, как за военную структуру, стало все-таки меньше, несмотря на то, что мы все находимся в условиях войны. Конечно, стало таких моментов гораздо меньше. Армия окрепла, армия научилась воевать по-настоящему, а не по книгам и с бордюрами. А в армию поступают новые образцы вооружения, оружия. О военнослужащих начали заботиться. Мы уже не финансируемся по остаточному принципу, как раньше. Идет строительство нового, скажем так, организма практически с нуля. Вы сами видели, что было в 2014 году. И благодаря, скажем так, людям, которые сохранили какой-то боевой опыт с предыдущих локальных конфликтов, в которых участвовали люди, которые сохранили верность своему государству, они спасли нашу страну. Спасли нашу страну с помощью всего народа. Когда армии стало тяжело, вперед пошли и добровольцы, которые уже сейчас, как вы знаете, все добровольческие подразделения находятся в государственных структурах. Помогли наши волонтеры, которые с пеной у рта, можно сказать, носились по городам, селам, собирали все, что необходимо для наших хлопцев на передовой. Возили под пулями, под снарядами. То есть, и вот с этого момента начала расти новая армия. И сейчас, просто когда смотришь, ты не видишь полковника, который ходил только по паркету, грубо говоря. Сейчас есть боевые офицеры, которые четко знают, за что они отвечают, четко знают, что они делают, и четко знают, как им поступать, в какой ситуации. Раньше такого, конечно, не было. Все ждали манны небесной, все ждали команды сверху и так далее. Ну, кстати, что импонирует, раз вы уже заговорили о том, как финансируются вооруженные силы. Если раньше, мы тоже это хорошо знаем и помним, речь шла о том, чтобы выплатить довольствие военнослужащим, денежное прежде всего. Сегодня мы говорим о создании новых образцов вооружения, тем более украинским ВПК. Сергей, вопрос вам. Вот тут речь зашла о военных кадрах. В сентябре этого года я могу сослаться на Верховную главнокомандующую президента Украины. Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, заявил, вот цитата Петра Порошенко на ваших экранах, о том, что украинская армия на сегодняшний момент на 75% состоит из военнослужащих-контрактников. И Порошенко говорит о том, что более 50 тысяч данных на начало сентября этого года добровольцев-контрактников поступили на службу Вооруженные силы Украины. Кто эти добровольцы-контрактники и кто эти офицеры, которые сегодня действительно достойно носят звание боевых офицеров? Знаете, на сегодняшний день, я думаю, это те люди, которые еще в 2014 году, определенная их часть, которая стала на защиту нашей Родины. Они до сих пор это делают и, слава богу, сегодня поднялось удовольствие военнослужащих, поэтому и они идут в армию, и благодаря им, ихнему примеру, идут люди в данный момент и с гражданки. Становятся как офицерами, так и военнослужащими, сержантами и солдатами. Какие качества, если мы говорим о профессии Родину защищать и говорим о людях прежде всего, какие качества для вас являются приоритетными не только в боевой обстановке, в повседневной жизни, а там на фронте понятно, что повседневная жизнь это бой, это боевая работа, это защита Родины? Я думаю, честь. Честь. А в чем она проявляется? Ну, это, первое всего, дисциплина. Дисциплина, она внутренне, это внутреннее состояние. Это то, что должно тобой овладевать с утра до вечера. То есть, если ты уже взял, там, одел когда-то китель и снял его, ты должен здесь соответствовать тому, ну, там, статусу, который ты, там, носишь, да, там, участников его действий, когда ты пришел, или просто, там, солдату, который был когда-то, там, ну, на службе. Украинская армия встречала войну, когда большинство частей были, скажем так, вспомогательными. Владислав, будет вам уже вопрос. Сегодня мы подошли к тому, что украинская армия, ее основу составляют, конечно, боевые части и соединения, многие из которых уже и получают ордена, получают боевые знамена. На ваш взгляд, вот, кстати, сегодня в Генштабе об этом рассказывали, программа обучения резервистов, насколько она сегодня действительно актуальна, и является ли это, скажем так, прообразом того, что украинская армия таки строится по новым принципам, в том числе и территориальной обороны? Конечно, программа подготовки резервиста для нас нужна. Человек, который служил в армии, который прошел боевые действия, прошел огонь и воду, он необходим государству. Никто никогда не скажет, откуда может возникнуть очередная угроза. Мы всегда должны быть готовы защитить свой народ, защитить свою страну, и резерв и территориальная оборона – это сейчас очень актуальные проблемы, которые, скажем так, развиваются. То есть люди, прошедшие воинскую службу, зачисляются в резерв, оперативный резерв в первой черге. С ними проводятся, активно проводятся, я хочу заметить, учения, сборы. Буквально по тысяче, не менее чем тысячи человек в каждой из боевой части проходят такие учения в этом году. То есть мы занимаемся не только теми людьми, которые в данный момент находятся на страже нашей родины, но и теми, кто уже отслужил и составляет, скажем так, комплект людей, которые могут защитить родину, могут, может быть, даже жестко где-то будет сказано, могут заменить выбывшего из строя человека, могут встать на должность, которая на данный момент пустая. Такое тоже бывает. То есть это очень актуальный вопрос на данный момент времени. И что касается территориальной обороны, ну, вкратце, скажем так, это наши граждане, которые живут у нас в наших административно-территориальных, скажем так, границах, единицах, но на время военного периода они становятся военнослужащими и выполняют задачи в основном в районах и областях, где они живут. То есть в случае даже если область или район будет отрезана от общей части Украины, там будут подразделения, которые смогут выполнять боевые задачи. Сергей, вы представляете общественную организацию, и, опять-таки, вопрос с такого плана. Насколько люди, которые уже прошли войну, прошли фронт, мне, кстати, вот не нравится, когда называют атошники, вот фронтовики как-то более, наверное, точно и более символично, если хотите. Может быть, вот так, да. В любом случае, насколько эти люди, ваши коллеги, готовы в случае необходимости возвращаться в армию, я знаю, что часть из них действительно подписывают контракты и становятся военными профессионалами. Ну, безусловно, да. Многие не могут и впоследствии на гражданке жить, потому что уже живут войной. Поэтому возвращаются часто и обратно на войну. Ну, потому что такой склад ума уже у людей становится. Но некоторые продолжают и здесь как-то добиваться своих благ, которым положено от государства, вступают в организации разного толка и характера. Ну, вот ваша организация, она будет заниматься в том числе не только социальной защитой военнослужащих, запасом, но и тех людей, которые пойдут на контрактную службу. Это один момент. И второй, патриотическое воспитание, то, что в свое время мы очень многое в этом опустили, сегодня тоже важная составляющая новой профессиональной армии. Ну, сейчас я могу сказать, это он за себя. Я часто хожу тоже и в библиотеки, где детей приглашают, и в школы, и условно мы им рассказываем и про войну, и то, что было на той войне, и как необходимо сейчас там относиться к людям в форме, да, и к нашей Родине в целом. Вот. Так что, в принципе, многое делается в данный момент и для тех, кто на фронте там, ну, я же опять же говорю, за себя собирается и помощь, и возится ребятам тоже там на фронт, где бы они там не были. Вот. Поэтому делается. Конечно, не так, как хотелось бы, но я думаю, со временем мы будем на этом уровне. Ну, для всего необходимо время, наверное. Владислав, вот, да. Сергей, хотел бы заметить, Сергей сказал, что многие не могут жить без войны. Я бы, может быть, сказал не так. Может быть, люди нашли себя в жизни, они стали профессиональными военными. Почему мы не стесняемся говорить, что у нас есть профессиональные строители, которые, ну, таланты, да, вот есть таланты. Тот же строитель. Давайте так, служба в армии, это действительно мы пришли уже к тому, что это работа. Да, что у него к этому талант, и он полюбит это дело. Это защитник Родины, это военнослужащие. И он себя в жизни нашел. То есть он пришел, посмотрел и понял, что там он может принести пользу. Понял, что это его. И поэтому, ребята, да, многие ребята возвращаются на контрактную службу из тех, кто были мобилизированы, из тех, кто прошел срочную службу, идут на контракт. Люди понимают, что это их. Это их жизнь. У меня есть вот пример. Один из моих друзей в фейсбуке, Виктор Залевский, прапорщик ВДВ, сейчас служит 95-й бригаде, город Житомир. Вот он тоже был на гражданке, вернулся после АТО. Какое-то время поработал и понял, что надо возвращаться. Более того, рядом с ним уже служит его повзрослевший сын, тоже стал контрактником. И Витя очень четко, на мой взгляд, как знал, что у нас будет эфир, буквально несколько часов назад написал вот такое стихотворение. Я его процитирую. «Я солдат, я простой солдат, тот, что вырыто мной окопе, прижимает к груди автомат, не имеющий то в Европе. Вероятно, не так хорош, не стремлюсь стать повыше чином, мне знакомы и страх, и дрожь, неприемлемые мужчинам. Я в окопе не для наград, не за премии и признания, я на время войны солдат. Но не в этом мое призвание. Чего ж греха таить, если в сердце на самом деле есть желание просто жить и с любимой быть в постели. Но сегодня не теплый плед у камина согреет тело, а надежды не смелый свет, лишь бы только не прилетело». 1 ноября 2016 года. Виктор Залевский, прапорщик 95-ки, город Житомир. Житомир, 95-й бригаде. Привет, Витя, обязательно напишу и покажу этот эпизод из нашей программы. Вот нормальные, обычные люди. Я к чему, да, что боевая работа, которая накладывает, понятное дело, свой отпечаток на людей, не убивает, именно не убивает самое главное. Это воинский дух и патриотизм. То, что сегодня и чем сегодня, наверное, отличается наша армия. Вот Сережа правильно сказал о том, что у людей уже такой склад и ума, и действий. Это я к чему? Потому что две составляющие, на мой взгляд, контрактной армии. Это и денежное удовольствие, которое сегодня, ну, лучше оценивается боевая работа и профессия защищать Родину. Однозначно, на порядок выше. И вторая составляющая, именно патриотизм. Так ли это, на ваш взгляд? Совершенно верно. Первое, это... А что такое патриотизм? Понимание, слава, гусей. Понимаете, патриотизм, как сказать, патриотизм, да, одни называют любовь к Родине, другие любовь к семье. Третье, как по мне, это готовность выполнить, скажем так, любую задачу в любом месте, понимая, что от выполнения этой задачи зависит судьба твоего народа. Как мне кажется. Это где-то вот так, примерно вот так. И отбирая на воинскую службу по контракту людей, мы немало прикладываем усилий, чтобы понять, какое морально-психологическое состояние в данный момент у человека. Сможет он выполнять приказы, сможет ли он подчиняться, это необходимо для военного. Может ли он думать. То есть человек, который плохо образован, это, ну, образование можно поправить. А вот человек, который не может думать, это большая проблема. То есть отбор военнослужащих идет и по морально-психологическому состоянию, и по его жизненному пути. Мы смотрим, что он и кто он в жизни. И способность мыслить, и, естественно, физическое его состояние, для того, чтобы он мог выполнять боевые задачи, чтобы он мог выдержать эти физические нагрузки, которые лягут на него с момента поступления на воинскую службу. Я сейчас, может, несколько глобальный вопрос, Сергей, тебе задам. Но, тем не менее, много говорим и в этой студии, в частности, о службе в НАТО, да, что украинская армия переходит как минимум к стандартам НАТО, да, идет по этому пути. Вполне вероятно, через несколько лет Украина и станет членом Североатлантического альянса. На сегодня вот те нормативы боевой работы, физической подготовки, о которой, абсолютно верно, Владислав Мусейко говорит, они уже легли в основу подготовки наших бойцов. Вот что такое сегодня подготовка не только десантника, да, а и всех военнослужащих, которые выполняют тяжелую подчеркну работу на фронте? Ну, смотрите, вот, когда я начинал свою службу, ну, там, в городе, там, Краматорске, в зоне АТО, у нас не было никаких физических нагрузок. Нам просто, у нас были автоматы, нам, нас даже не возили на полигон, у нас были боевые задачи, нас вывозили, и мы каким-то образом пытались их выполнить. Ну, на патриотизме, иногда на простом фарте. Вот. Но уже через год, уже в 15-м году, у нас, если вы посмотрели бы на третью линию обороны... Как в одной песне, на честном слове и на одном крыле, да? Да, ну, так было. Ну, вот. И вы же приезжали, Сергей, тоже знаете, как это было, видели нас. Вот. Но уже через год вся третья линия обороны, если даже посмотреть сейчас туда поехать, она вся гремит. То есть, все в учениях. Ни одно подразделение просто так, если оно там, ну, штурмовое, или оно выполняет какие-то задачи на линии разграничения, там, оно все постоянно проводит в тренировках. Если это не бригада, которая держит линию фронта, она все время там в тылу, она, если командир, конечно, командир, то она проводит все в учениях. И мы тоже самое, у нас свободных недель было очень мало. Мы даже, когда приезжали там с какого-то боевого там выхода, мы два-три дня отдохнули и все, и делали свои полигоны, и на этих полигонах тренировались. Я сейчас понимаю, что есть определенная категория наших телезрителей, которая причисляет себя к объективным, на самом деле являются просто скептиками, они говорят, да что они там рассказывают, все равно красят бордеры, траву зеленят там и все остальное, краской зеленой, да. Есть ли такое в армии сегодня? Если ко мне вопрос, ну... К вам вопрос. По крайней мере, в зоне АТО этого нету. Безусловно, стал проводиться какой-то учет, да, учет техники, учеты того же оружия, уже там, если раньше, там, по первой тоже волне, были случаи, когда даже люди новой почтой выслали оружие домой. Пытались, было такое, но это правда. Безусловно. До сейчас уже ведется учет, уже офицеры более ответственно относятся к своей службе, потому что многие офицеры были и призваны в 2014 году, да, и которые думали, ну, война так быстренько закончится, я себе так и уйду. То есть сейчас не понимаешь, что есть ответственность за все, ну, за все, что они делают. Вот, поэтому сейчас немножко оно стало иначе. Да, конечно, стал проводиться учет, но бордюры никто, безусловно, не делает. Естественно, секундочку, естественно, если ты находишься где-то в части, там, в той же зоне АТО, там, при школе, там, где вы поселились, да, или там, где находятся рядом памятники, или в спортзалах каких-то, ну, где возможность есть, вот, здесь, естественно, эта территория, она будет обогораживаться. Ну, что ты, ну, как бы военнослужащий, да, ты должен следить за тем, что вокруг, на тебя люди смотрят, по тебе равняются каким-то образом. Мы личные памятники восстанавливали, ну, советскому солдату. Это очень важный момент, потому что я понимаю, о чем говорит Сергей, я знаю, и, надеюсь, телезрители тоже услышали то, что он хотел сказать. Действительно, все памятники, которые, я не хочу сказать, находятся в зоне ответственности украинских вооруженных сил, а где находятся рядом наши подразделения и части, они все облагораживаются. Это действительно, правда, скажу больше, иногда в зеленке можно было попасть в ресторан, да, там, тэн, якийся, да, там, если хороший прапочник, все там, ну, и ресторан попадаешь, да, прямо в зеленке. Да, примерно так. Есть такой, Владислав. Это говорит о том, что люди облагораживают свой быт, они не живут каким-то одним днем, вот сегодня пришли, набросали и ушли. Они стараются в любом месте обеспечить себя каким-то уютом, да. Люди остаются людьми, даже таких условий. Нет этого уюта, может быть, да, в поле, но они его пытаются создать для себя, чтобы действительно остаться людьми. Вот человек ко всему привыкает и, как бы, чтобы не привыкнуть к плохому, люди делают для себя хорошее. Чтобы остаться нормальными людьми, остаться воспитанными людьми, остаться людьми с высокой культурой. Ну, кроме того, это украинский солдат, это ответственность. Вот перехватил мой следующий вопрос, все-таки, да, вот где-то флюиды, аура совпадает. Вот именно так я хотел задать. Вот сегодняшний украинский солдат, вот кто он, да, вот действительно кто он? Вот особенно в боевых условиях. Ох, это человек, я считаю, что это человек умный, с разумом. Уже если мы возьмем... Умный, потому что зависит жизнь и его, и его друзей. Безусловно, да, и ты уже не попадаешь так напередок, как раньше, что загнали, и ребята не знают, что делать, и им приходится приспосабливаться. Сейчас уже ребята более ответственно подходят к своим товарищам. Естественно, и на учениях это все отрабатывают. Украинский солдат сейчас, это человек с головой. Ну, мы не берем те отдельные случаи, когда там мы слышим сводки, да, что где-то кто-то там уронил автомат, попал себе в ногу, или там еще напился, там, как это там аватары называют. Нет, мы, если мы берем в целом украинского солдата, это человек с опытом, это человек, который может дать отпор врагу. Это, 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 что-то грамотный человек, я считаю. Ну, это то, с чего мы начинали программу, да, выходя уже сейчас на финал. Это профессионал своего дела. И то, что мы вкладывали раньше в понятие защитник Родины, оно сегодня проявляется. Действительно, за два года пройден огромный путь. 14-й год начало, я тоже хорошо это все помню, да, и, ну, некая махновщина, пусть меня извинят ребята, которые начинали эту войну, да, я сейчас не о них, а вообще, да, и логистика, и все остальное. Кто сегодня хочет стать контрактником, кто приходит в военкомат и говорит, я готов пройти этот путь, служить Родине? Очень радко. Начиная от людей, которые недавно закончили школу, заканчивая высококвалифицированными инженерами. Причем люди, они как и патриоты, но иногда присутствует тоже и нотка того, что армию все-таки начали хорошо обеспечивать. Но это правда, давайте называть вещи своими. Солдат начали хорошо, офицеров начали, люди начали получать зарплату, для них начали строить дома. Люди могут больше позволить для своей семьи. То есть у нас различные граждане приходят на воинскую службу. То есть начиная от... Но берем не всех тоже, чтобы все понимали. Я об этом уже говорил, что отбор идет серьезный, по всем параметрам. Но люди понимают, что их берут в вооруженные силы, потому что они подходят по уровню развития, по уровню физической подготовки. И любой профессионал должен за свой профессионализм получать соответствующее вознаграждение. В принципе, я считаю, что это правильно. Это так во всех нормальных, развитых странах мира. Военнослужащий хорошо обеспечен, и его семья не остается за бортом, даже когда он где-то выполняет свою задачу. То есть, если говорить кратко, мы уже выходим действительно на финал нашей программы, хотя вопросов еще больше, чем было в начале нашего эфира. Тем не менее, вот если кратко, буквально по нескольку секунд, какими бы словами вы сейчас сагитировали людей настоящих, стоящих, прийти в армию и служить по контракту, что бы вы им сказали самое главное? Это должен быть ответственный выбор. Ну, это не должно быть, ну, просто ты решил пойти, там, утром пришел в военкомат. Нет, ты должен подумать, должен принять для себя очень, ну, это очень важное решение в жизни. Ну, я считаю, это самое важное решение в жизни. Если ты решил связать свою жизнь с армией, поэтому должен подумать хорошо перед тем, как идти в военкомат, но если ты уже решил, то заднего пути у тебя уже не должно быть. Вот хотел добавить Сергея, просто добавить, моими мыслями тоже сказал. Я же сказал, здесь в этой студии все переплелись. И правильно сказал, что если ты решил это сделать, ты должен идти до конца, и расти, развиваться, и тогда наши сбройные силы станут еще лучше, еще сильнее, и наш народ будет полностью понимать, что он находится под железной защитой. И самое главное, есть в том числе, и когда перейдем на мирные рельсы уже, да, есть какие у вас службы в армии, она однозначно, ее сегодня видно. Вооруженные силы Украины должны формироваться по такому принципу, контрактниками, призывниками, срочниками, или служить должны все мужчины. Таким был наш интерактив. Вот послушали нас люди в прямом эфире, я обращаюсь к коллегам, к Владиславу и Сергею, и такие ответы дали. 64% говорят о том, что да, контрактниками, 36% говорят о том, что служить должны все мужчины. А вот про срочников целый ноль. Ну вот многое перекликается, и я надеюсь, телезрители нас такие услышали. Всегда говорю спасибо в нашем эфире, и Боряже Господа, наши виска. До встречи!